Только что вернулись с матча ЦСКА Северсталь, матча под номером 7, на котором завершился первый раунд Кубка Гагарина. В этом видео поговорю с вами про итоги первого раунда на Западе и расскажу про то, что я думаю про две полуфинальные серии между СКА и Торпедо и ЦСКА с Локомотивом. Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. Начинаем! Это видео снято при поддержке континентальной хоккейной лиги и букмекерской компании Фонбет. Поэтому если хотите испытать удачу и получить фрибет размером в 2000 рублей, переходите в описании по ссылке и вводите промокод Рома Хоккей. Получайте 2000 и делайте свою ставку. Ну а что касается превью Востока и вообще прогнозов на восточные серии, а также итоги первого раунда на Востоке, то как только у этого видео наберется 1000 лайков, 1000 пальцев вверх, то сразу выложу и его. А начинаем по традиции опять-таки с Запада. И давайте сразу же с серии ЦСКА Локомотив. Только что мы, как я уже сказал, вернулись с матча ЦСКА Северсталь, в котором в драматической игре все-таки победу одержали именно армейцы Москвы и обеспечили себе серию с Ярославским Локомотивом. Ну а я, конечно, несколько слов хочу сказать про серию ЦСКА Северсталь, потому что она получилась удивительной, фантастической и реально интересной. И если вы не смотрели видео, которое вышло ночью сегодня, точнее вчера на моем канале, там Андрея Разина, журналисты встречали бурными аплодисментами. И он тоже так ему было приятно. Он говорит, как-то жиденько, и мы еще раз ему похлопали. И это вообще замечательно, потому что Андрей Разин, и я про него не могу не сказать, говоря об итогах Запада, что он второй, третий сезон подряд делает скромненькой по возможности Северсталью вот такие вещи. То есть в прошлом году, помните, такая была заруба с Динамо Москва и тоже все решалось в седьмом матче. И сегодня, точнее вчера, вот эта игра седьмая. И вообще вся серия с ЦСКА, я даже ему задал этот вопрос, сказал, что много нейтральных болельщиков переживали именно за череповецкую команду, потому что она такая самобытная, быстрая, интересная, атакующая. Там очень много молодых ребят. Там есть те, от кого отказались клубы, да, например, тот же Самонов, который вроде бы как-то ни шатка, ни валка играл в СКА, но вот в этой серии он действительно тащил. Я общался с болельщиками Северстали, которые приехали вот на этот матч в Москву, и они мне говорили, что, дескать, ну Самонов это вообще звери, это круто. Поэтому, конечно, Северстали большая благодарность за этот сезон. И вообще, судя по тому, что мы слышали, ощущение, будто Андрей Разин не останется в Северстали и пойдет куда-то в другое место. Будет интересно за ним наблюдать и дальше, и смотреть, что будет с Северсталью, потому что вот это действительно тренерская рука, тренерская команда. И еще раз говорю, что тут, ну, только респект Северстали за то, как они себя показали против чемпиона, против очень сильной команды, столько голов забивали. И вообще, удивительно, это самый результативный первый раунд в истории Кубков Гагарина. Больше всего заброшена шайб. Ну, а ЦСКА, ЦСКА неудобно играет, не всегда получается у них с Северсталью. И мне кажется, что вот этот стиль череповчан, он не то, что неудобен, но они очень быстро. Они бегут в атаку, они юркие такие, да. То есть, и условно, даже серия с Локомотивом, по нашему мнению, она, вот мы общались с журналистами, с другими, что Локомотив даже более удобен ЦСКА, потому что они в какой-то степени где-то, может сказать, в похожий стиль играют. Тем более, Игорь Валерьевич Никитин долго работал, в том числе с игроками, которые и сейчас в ЦСКА. Локомотив, я про эту серию много говорил в своих дневниках. Мы прям день ото дня шли, и я уже все сказал. Но больше всего меня удивляет, и раз уж мы переходим к части прогнозов к этой серии, то фонбет ночью сегодня выложили линию, и уже есть коэффициенты. И самое странное, что ЦСКА видится таким ощутимым фаворитом в серии с ярославцами. 1.53 против 2.50 в пользу ЦСКА. И здесь, конечно, меня это удивляет. Я, конечно, понимаю, что ЦСКА очень сильная команда, и что играть с Локомотивом им будет, возможно, даже попроще. В том смысле, что Локомотив очень надежно играет в обороне, ЦСКА может также играть. И там вот это будут такие шахматы, да? Никитин против Федорова. Но все-таки, по сравнению с прошлым сезоном, когда ЦСКА Локомотив Никитина выиграл 4-0, многое поменялось. Пришли новые игроки. Никитин поработал с командой долгое время, подготовил ее к сезону. И в целом очень уверенно прошел по регулярному чемпионату. Поэтому сейчас это не та серия, которая была год назад. Плюс ко всему, у ЦСКА есть серьезные изменения. То, о чем я говорил в самом начале. Плей-офф, да? Это вратарский вопрос. То есть, казалось бы, начинал Шарыченков. Потом постепенно, по ходу серии с Северсталью, он освободил место для Адама Рейдеборна. И две первые шайбы Северстали в этом матче, они, в принципе, были после отскоков именно от вратаря. И шайба летела на пятак. Я не говорю, что Рейдеборн виноват. Потому что сегодня Сергей Федоров сказал на пресс-конференции, что пять человек, в случае меньшинства четыре человека, стоят перед вратарем. И они должны мешать, не давать добивать. Но, видите, как в хоккей бывает. То есть, по моему мнению, ЦСКА действительно фаворит. Они чемпионы. И всегда, наверное, в любой серии им могут отдавать предпочтение. Тем более, они начинают дома. Но, все-таки, если брать по линиям, то у Локомотива вратарская бригада в целом, она сильнее, чем у армейцев. То есть, и Саев, это один из лучших вратарей вообще всего сезона. Да и Бочаров, по-моему, там рекорды побил по сухим матчам. Сейчас не вспомню точно цифру. Здесь вообще, в последних играх Рейдеборна и Скотников. То есть, вот здесь преимущество на стороне именно ярославцев. Оборона, да, она тоже очень опытная. Там играет у Локомотива один из моих любимых защитников Алексей Марченко. Да, у ЦСКА тоже опытная оборона. Там есть Нестеров. Ребята там долгое время играют друг с другом. Но можно сказать, что защита плюс-минус равная. Ну и нападение. Я бы все-таки отдал преимущество армейцам. Потому что у них очень опытный состав, который добивался самых высоких результатов. И самое главное, они знают, как правильно распределить силы, как играть. Вот вчера общался с Плотниковым в раздевалке. И он такой очень уверен. Он даже не улыбался. То есть, он говорит, для нас вообще было абсолютно понятно, что мы должны сегодня выходить побеждать. Потому что нам просто не простят и болельщики. И мы сами, мы все понимаем. Более того, он говорит, никогда не знаешь, как тонус скажется в плюс или в минус, что ты столько играл. То есть, физический фактор, он тоже имеет значение. Я сегодня хотел у Федорова спросить про то, что Кудашов сказал во время серии Старпеда, что его игроки к третьему периоду стали подседать. Типа, не хватало уже физики. Вот в каком состоянии ЦСКА. Потому что Северсталь, опять же, она очень быстрая команда. Много энергии затрачено. Плюс тут и овертаймы были, и 7 матчей. И тут локомотив, с которым явно не будет быстро. В общем, очень много всяких нюансов, на которые стоит обращать внимание. И которые, наверное, будут решать исход этой серии, в том числе, как и какие-то конкретные мелочи. Но если определяться со счетом, то я все-таки рискну предположить, что для Игоря Валерьевича это будет очень серьезная серия. И, опять же, да, исключительно исходя из того, вот какие расклады дают, если, типа, выбирать именно ставку, которая может принести максимальную выгоду, то я считаю, что 2.50 это стоит того, чтобы рискнуть и поставить на победу локомотива. Я считаю, что локомотив сможет победить ЦСКА. И вот прямо вот так вот я это заявляю. И думаю, что это должно произойти в 6 матчах. Потому что 6 игра должна будет пройти в Ярославле. И локомотив должен будет к ней подойти как раз с преимуществом для того, чтобы эту самую серию закрыть. Вот такое вот очень, может быть, резонансное для вас. Но, опять же, да, буду ждать ваше мнение в комментариях. И давайте переходим к следующей уже серии. Это СКА Торпеда. На самом деле, безумно рад тому, что серия Торпеда и СКА будет во втором раунде. Потому что она вызывает у меня большущий интерес. Обе команды проповедуют такой интересный хоккей. Уже сейчас многие говорят, что ЦСКА, локомотив будет скучно. Для меня, конечно, не бывает скучных матчей. Особенно в плей-офф, тем более в хоккее. В том смысле, что даже в матчах 0-0, вот я, например, смотрел или 1-1, было локомотив «Витязь». Мне было интересно смотреть за тем, как вообще команда действует. Потому что для всех очень важен результат. Кто-то терпит, кто-то в какой-то момент переключается, начинает тоже поддавливать. В общем, здесь, конечно, уже для таких людей, для которых хоккей-жизнь скучных матчей не бывает. Но вот именно такой веселый, задористый хоккей должен быть в серии СКА Торпеда. И больше всего меня удивляет, и я хочу именно с этого начать, это коэффициенты. Потому что Торпеда, выбив Динамо, крепкая Динамо, да, может быть, это не то Динамо прошлогоднее, там с Шипачевым, Голивым, но все равно Кудашов сколотил очень крепкую банду. Но на Торпеда дают 4.90 на проход в финал западной конференции. В то время как СКА 1.18 из всех четырех пар, я сбегаю вперед, даже на Восток, самый маленький коэффициент. То есть СКА абсолютный фаворит, по мнению фон Бета. Причем даже у Адмирала коэффициент ниже на проход в финал Востока, нежели у Торпеда СКА. И тут вопрос опять вам, дорогие зрители. Напишите в комментариях, как вы думаете, у кого больше шансов пройти в финал конференции у Торпеда против СКА или у Адмирала против Акбарса. Потому что это любопытно. Там у Адмирала, по-моему, 3.70 коэффициент. Сейчас точно не вспомню. Ну так вот, как по мне, я считаю, что со стороны Торпеда здесь ключевой такой мой тезис в том, что... Помните, как Петров, игрок Акбарса, говорил, что у Торпеды ничего не получится? Так вот, Торпеда выиграла очень тяжелую, непростую серию у Динамо Москва. Причем выиграли они так, что проигрывали 1-2 и выиграли три подряд овертайма. Тяжелейших, сложных. И вообще сами игры были такие... Да, они были задористые, голевые, интересные. Но это было непросто. Потому что и у динамовцев были моменты. И было много всяких деталей, которые могли, в принципе, решить любой из матчей в другую пользу. И тогда бы была седьмая игра, возможно. Возможно, динамовцы бы и выиграли. Но, в сути дела, это не меняет. Но я считаю, что стратегически для Торпеды, для Ларионова, для его штаба, для игроков произошло очень важное. Они доказали и себе, и всей общественности. Вообще всем, что они могут играть. И в том числе экспертному сообществу, которое говорило, что Динамо фаворит, что Динамо победит. Кстати, у Фонбета тоже было 1.80 на 2.0 в пользу Динамо. Но, видите, в итоге Торпеда одержала победу. Так вот, я думаю, что шанс Торпеда в том, что они могут быть полностью раскрепощены. Как, в принципе, говорили, что они весь сезон не думают сильно о результате. А сейчас они выиграли Динамо, выиграли в непростой такой борьбе. И они получили огромный буст, огромный подъем. И в плане энергии, в плане эмоций, в плане веры в себя. И если Торпеда проиграет, против них никто ничего плохого не скажет. Ни против Лорионова, ни против игроков. Они и так уже сделали очень много. Уже, можно сказать, прыгнули выше головы. Потому что, как бы Торпеда великолепно не играла, мы понимаем, что там достаточно простой состав. Там нет каких-то суперзвезд. Там молодые ребята, которые, как говорит Лорионов, вообще никогда еще не играли на таком уровне в таких серьезных матчах. Поэтому, вот исходя из этого, я считаю, что у Торпеда есть шанс. Возможно, он и оценивается вот в такие цифры. Но, как по мне, шансов все-таки побольше. С другой стороны, СКА. СКА виделся мне изначально фаворитом всего Кубка Гагарина, всего плей-офф. Но серия с Динамо Минск заставила меня задуматься о том, что все-таки не настолько СКА силен. Или это просто Динамо Минск хорошо сыграло. Но, что самое важное, что я считаю, что минчане смогли навязать свой хоккей, свою игру в плане вот этого давления, силовой борьбы. Даже каких-то, возможно, действий, которые выводили игроков СКА из себя. Там тот же пакет. Как бы там мы ни говорили, грязно, не грязно. Но он действовал эффективно в том смысле, что он постоянно залезал под кожу игрокам СКА, которые в какой-то момент теряли голову, тоже там хватали удаления. И, собственно, Минск абсолютно по делу выиграл два матча у СКА. Более того, там даже в той игре, по-моему, под номером, когда 4-0 СКА выиграл, это третья была, по-моему. Там столько моментов было. Николаев подтащил. То есть, я думаю, что СКА было бы тяжелее, наверное, играть с Динамо Москва, потому что они тоже могли бы залезать под кожу, они бы терпели, они бы дожидались своих моментов. Но торпеда, они будут играть в хоккей, они будут бежать. Может быть, будет сложнее сдерживать именно быстрых нападающих. Они хорошо играют в большинстве. Но при всем при этом, я думаю, что СКА тоже сможет себя проявить. У СКА есть очень сильное звено, да, где Яшкин, где Гусев, но и, в принципе, Глотта великолепно провел серию, много забил. Сильные защитники, тоже сильное большинство. Единственное, что Николаев, да, который несколько матчей, вот помните эти голы, если смотрели серию СКА Динамо Минск, то там было несколько шайб, которые он пропустил, которые прям его были. Но другие матчи, там, когда он на ноль сыграл, было идеально. Вот. Что касается Торпеда и серии Динамо Москва, то видео выходили у меня на канале. Я вообще практически полностью осветил эту серию. И мне кажется, что Торпеда выросла по ходу этой серии. Они прямо, ну, сыграли в такой, не то что зрелый, но прямо вот после каждой игры они как будто впитывали все самое лучшее. Плюс Кручинин вернулся, и это, конечно, под спорь, потому что он, даже выйдя в шестом матче, уже создавал моменты и уже был виден на льду. Поэтому, в общем, исходя из всего этого, у меня есть такие две версии, да, что я думаю. То есть, где-то мозгом своим, какими-то размышлениями, я считаю, что СКА фаворит, и что СКА может выиграть 4-0 или 4-1. Но я понимаю, вот как раз исходя из того, что говорил в самом начале, что у Торпеды есть колоссальное преимущество – это уверенность в себе, в своих силах и вера в то, что они делают. Вера в своего тренера, вера в идею, вера в каждого из партнеров. Потому что вот я с Яном общался после победного гола, после двух подряд победных голов, и он говорит, что мы все друг друга поддержим, у нас были невероятные эмоции. То есть, ребята на подъеме, они на кураже, как это модно говорить, и на этом кураже можно горы свернуть. И мы видели, что СКА – это команда, которую можно обыгрывать. Это Минск показал. Так что будем посмотреть. И все-таки я остановлюсь на том, что счет в серии будет 4-1. Но душой хоккейной своей я буду переживать за Торпеды искренне, так как я переживал за них по ходу серии за Динамо Москва. Хотя я тоже ставил на Динамовцев 4-2 в той серии. Не потому, что я не люблю или не уважаю Лорионову, или мне не нравится хоккей Торпеды напротив. То есть, это исключительно моя такая игра в эксперта, что называется. Хотя я особенно подчеркиваю, что экспертом себя не считаю и не являюсь. Я просто люблю хоккей и делаю контент про хоккей, пропуская его через себя и делюсь столько своей точкой зрения. Я ни на что не претендую. Поэтому, друзья, я общаюсь с вами ровно так, как я бы общался с вами, если бы вы сидели рядом со мной, мы бы там сидели в баре или пили бы чай в какой-нибудь чайхане. Поэтому вот такие у меня мысли. Буду ждать ваших мыслей насчет этих всех серий, насчет итогов. Но в любом случае для меня этот первый раунд, он исторический. Потому что, во-первых, это были невероятные матчи. У меня в Телеграм-канале проходил большой конкурс прогнозистов, в которых я победителю должен был подарить шайбу с недели звезд хоккея в Челябинске. Она такая красивая. Но там было больше 170 комментариев. Никто не угадал не просто счета. Никто даже не смог угадать всех просто победителей. То есть, тех, кто пройдет во второй раунд. Да, там несколько человек угадали Адмиралу, но они ошиблись в каких-то других местах. Поэтому это говорит о том, что невероятный был первый раунд. Мы должны это любить, ценить, уважать. Потому что вот там даже в нашем футболе непонятно, что происходит с этим фан-айди. А хоккей, плей-офф, полные трибуны. Инициативу, говорю, знаете, как сказать, остросюжетность. Вот даже сегодня два седьмых матча. Автомобилист за сколько-то там времени ведет в счете. И ба-бах. В третьем периоде 3-3. И в овертайме Голдобин приносит победу. Северсталь начинает с 0-2. Ведет в счете 2-0. И потом проигрывает. Причем там судейские моменты были. Я их признаю. Потому что понимаю, что там лежал Морозов. И судья должен был дать свисток. Но вот так получилось. И вообще горько. Потому что и у Славата были вот эти моменты. Когда забивал первый гол. Тот матч 4-3, когда Науменков упал. Там тоже казалось, что была подножка. К сожалению, да. Вместе с каким-то позитивом мы должны признать и то, что есть все-таки кое-какие ошибки. Которые, к сожалению, являются результативными. И немножко смазывают весь этот эффект. Но с другой стороны, я для себя уже давно принял такой принцип, что, к сожалению, судейские ошибки это прям часть игры. И они могут влиять плохо или хорошо именно на твою команду. Но с этим ничего не поделаешь. И бороться с этим тоже не получится. Потому что судьи тоже люди. В общем, вот на такой, может быть, не самой позитивной ноте заканчиваю. Опять же говорю, что жду комментариев. Обязательно подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Если вам понравилось это видео, большое спасибо за просмотр. И не пожалей, пожалуйста, палец вверх. Поставь его. Можешь прямо сейчас поставить паузу и нажать. Потому что это помогает и видео продвигать. Ну и плюс, как только мы наберем нужную цифру, я выложу про вас 100. Конечно, если не наберем, я все равно выложу, скорее всего, к вечеру. Но мне бы было очень от этого приятно. Я бы знал, что вы цените наш труд. Потому что время уже третий час. Точнее, уже полтретьего. А мы все еще работаем. Все еще записываем для вас контент. Самое главное, друзья. Что не сказал. Что я надеюсь, что мне подтвердят. И я хочу поехать в Санкт-Петербург на матче СКА и Торпедо. Чтобы воочию все увидеть, записать обзоры, пообщаться с игроками. В общем, предвкушаю, что будет очень интересно и круто. В общем, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok